11 августа исполнилось 51 год первому в мире групповому полету советских космонавтов Павла Поповича и Андриана Николаева. Наш земляк стартовал первым на корабле «Восток-3». Спустя сутки следом за ним отправился его звездный брат. Благодаря большой точности выведения на орбиту, максимальное сближение кораблей составило порядка 6,5 километров. В полете космонавты визуально могли наблюдать корабли друг друга. Во время полета на Землю впервые передавалось изображение космонавтов, транслировавшееся по телевизионной сети СССР и интервидении. Космонавты освобождались от катапультируемых кресел и свободно плавали в кабине в условиях невесомости. Проводили медико-биологические эксперименты. Во время этого полета был установлен новый рекорд продолжительности – 94 часа 22 минуты. Несмотря на то, что Андриана Григорьевича называют космонавтом «три», в его биографии было много событий и фактов с определением «первый». Николаев первый в мире во время полета отвязался от кресла и парил в кабине без скафандра. Он – участник первого военного эксперимента в космосе. Во время следующего полета в 1970 году он первым поставил на себе эксперимент, доказавший, что после длительного пребывания в невесомости человеческий организм тяжело адаптируется к гравитации. Николаев был женат на первой женщине-космонавте. А свидетелем на их свадьбе был первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин. Дочь Николаевых Елена стала первым в мире ребенком, оба родителя которого – космонавты.